Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Избавить Зайли. И сейчас мы с вами свяжем такой интересный цветок шиповника. Он состоит из серединки самого цветка и отдельного листика. Для того, чтобы нам создать цветочек шиповника, нам нужно три цвета пряжи. Белый, это сам цветок, желтый, красный, оранжевый, рыжий, любой цвет, это наша серединка цветка, и зеленые листики. Для того, чтобы делать листик, нам нужна проволока, причем проволока такая не очень толстая и легко гнущаяся, которая держит форму. Естественно, для этого нужны будут плоскогубцы и то, как мы будем с вами вязать цветок. Можно вязать спицами, можно вязать на вязальной машине. В данном случае вязальная машина выступает только как ускоритель, потому что вязать спицами и вязать машинкой получится эффект тот же самый, только очень разная скорость. Мы вяжем прямоугольнички и каким способом мы их получаем, в общем-то, совершенно не важно. Есть спицы, вяжем спицами. Есть вязальная машинка, конечно, мы вяжем на вязальной машинке. Особенность цветка в том, что он вяжется не платочной вязкой, а одна сторона у него вся идет лицом, вторая изнанкой. Поэтому, если мы вяжем спицами, то чередуем лицо изнанка, лицо изнанка. Если мы вяжем на машинке, то машина само собой именно такое полотно нам и свяжет. Для вывязывания цветка нам нужна будет длинная полосочка белой пряжи. Я беру акрил. Детская новинка. Детская пихорка, новинка, 100% акрил. Для изготовления цветов очень удачная пряжа. Подходит. Она эластичная, легко вяжется. Причем она будет вязаться на абсолютно любых машинах. На машинах всех класса. И руками в том числе она вяжется очень удобно. Очень эластичная, приятная для вязания пряжа. Нужна будет полосочка для цветочка 5 см. 4,5 см. 5 см. На 40 см. 45 см. Вот такая длинная 45 см. Длину, высоту 5 см. Или 4,5 см. Для сердцевинки нам нужен будет квадратик. Ну, где-то 4х4. И для листиков нам нужен будет квадратик 4х6. Ну, квадратик прямоугольный, конечно. Такой длинненький. Можно будет 4х7. Вот такой. Если цветочек получится большой, то и листик большой. Вот такие вот три предмета мы должны связать. Длинная-длинная полоска белая. Квадратик рыженький. И прямоугольник зеленый. Вяжем тем способом, который нам ближе. Спицами, либо на вязальной машинке. Я провязала 100 петель 26 рядов. Причем последний ряд я провязала на более свободной плотности. Это для того, чтобы сейчас делать сборку. Снять все петли на нить. Можно закрыть. На самом деле можно закрыть. Потом сделать сборочку иголкой. А можно сразу снять на вот эту же рабочую нитку. Причем беру иголку длинную. Отмеряю достаточно приличное расстояние. То есть так, чтобы у меня хватило больше длины полотна. Ниточку, чтобы у меня ничего никуда не улетело. То есть оставляю такой длинный хвост. Деваю его в иголку. Можно снимать крючком. Можно как угодно. Со спиц гораздо проще на иглу снимать. Но на машинке тоже не представляет особых сложностей. То есть у меня платинки держат. У кого платинок нет. Берем просто иголкой и снимаем на иголку петли. Никаких сложностей эта операция не представляет. Это гораздо быстрее, чем закрывать вязание. А эффект будет тот же самый. Потому что мы все равно должны будем сделать сборочку. Поэтому снимаем все полотно на эту же нашу рабочую нить. Краешек пока не затягивайте, чтобы не подтянуть. И до конца вязания снимаете. Со спицы, либо с вязальной машинки. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилась длинная белая полоска, лицо изнанка, четко связанное. С открытыми петлями, в которые мы пропустили ниточку, которую я вязала. Для того, чтобы было проще стянуть, делать стяжку. Причем, чем больше будет вот это полотно, тем у нас более активные будут лепестки у цветочка. Чем полотно меньше, вот видите, я сворачиваю в кружочек. Чем меньше у меня будет длина полоски, тем проще будет цветок выглядеть. Чем больше, тем он будет более насыщенный. Более волнистый, но ждите, что тем тяжелее вам будет его стягивать. Так, с цветочком разобрались. Листик. Листик мы связали, вот такой длинненький. Одна часть, одна ниточка, ее надо как следует закрепить. То, та часть, с которой мы начинали, она будет нам только мешать. Мы ее аккуратненько обрезаем, как следует завязать, чтобы не распустилась. Та ниточка, которую мы закрывали, оставляем ее подлиннее. Она нам пригодится. Чтобы не плодить узелки, мы этой же ниточкой сделаем обвязку по цветочку. Это будет последний элемент шиповника. И серединка, просто квадратик. Если у вас получается не квадратик, совершенно не страшно. Потому что в данном случае, мне вообще не важно, как будет выглядеть эта фигурка, мы ее все равно будем собирать, складывать. Поэтому, что связалась, то связалась. Вот такой вот квадратик. Сейчас занимаемся шиповником. Первое, что я могу сделать, вот этой ниточкой, которая у меня осталась от начала, сшить. Так, то, которое я заканчивала, и она с иголкой остается, не трогаю. Вот эту часть я могу сшить между собой. Причем сшить... Так, надеваю иглу. И сшиваю. Сшиваю удобным мне способом. Можно встык. Главное, чтобы совместилась вот эта вот верхушка, верхняя часть. Можно просто, сложив лицо с лицом, аккуратненько через краешек сшить. Главное, не перепутать, где у меня начало-конец, чтобы не перекрутить цветочек. Так, совместили начало. Да, начало-начало, аккуратненько сшиваем. Лучше всего, когда мы вяжем, да не важно, что цветы, не цветы, не важно, любое изделие, оставлять вот эти хвостики для сшивания, чтобы не плодить большое количество ниточек и узелков. Осталась ниточка, я ей и воспользуюсь. Очень удобно. Мне не надо думать, куда пристраивать эту нить. И не нужно убирать узелок. Потому что, как оказалось, у многих большая проблема убрать узелки. Мы таким способом эту проблему решаем. У нас будет очень активная сборочка, поэтому шов уйдет в сборку, его будет не видно. Если вы вяжете спицами, вы можете вязать круговой цветок. Тогда вообще никаких проблем. Вы свяжете прямо круговой готовый цветочек. Так, главное не зашить рабочую ниточку. Все, вот то, что у нас уходит внутрь, вообще ничего не будет видно, потому что мы эту часть будем прятать. Осталось. Вот, нету ни узелка, нету ни веревочки. Все, с этим разобрались. Теперь, смотрите, у меня будет вот такая вот стяжечка. Так, ну, можно, в принципе, и отрезать. Я хорошо закрепила нитку. Будет вот такая стяжка. Главное аккуратно подтянуть. Потому что окончательная длина вот этой стяжки, она не должна быть просто в ноль стянута. Здесь у нас будет серединка сердцевинка. Поэтому сколько оставлять, я решу, когда у меня будет готова сердцевина. Пока оставляю как есть, будет сердцевинка, я подтяну под ее размер цветочек. Собственно, вот, уже видно, что что-то уже видно, проступает, но пока еще не сильно. Теперь моя задача сделать серединку для шиповника. Берем ниточку, иголку, и сейчас будем формировать сердцевинку цветка. Серединку мы можем взять какой-нибудь трафарет. У меня баночка, крышка от чубика. Можно обвести, а можно даже на глаз сделать. А можно вот так вот приложить и прометать вокруг крышки. Вроде как так плотненько прометываем. Я делаю все одним цветом, можно делать разными, но уж красиво-то красиво. Придерживая крышку, даже не обвожу ее, а сразу по ней делаю наметку. Если чуть-чуть скривите куда-то, это тоже не страшно совершенно, потому что мы сейчас с вами будем все это стягивать. И уйдет. Даже в конце концов, даже если вы свяжете серединку больше, чем надо, это будет только лучше, потому что нам ее нужно будет чем-то набивать. Если у вас есть набивочные материалы какие-то, отлично. Если набивочных материалов нет, сейчас будем придумывать. Так, все, крышка мне больше не нужна. Вот, видите, я начинаю стягивать, и у меня стягивается серединка. Ее нужно чем-нибудь набить. К сожалению, сейчас у меня под рукой моего любимого холофайбера нет. Поэтому я беру вот эти же нитки. Вообще любые огрызки, какие у меня остаются. Вот какие-то нитки, кусочки, может даже какие-нибудь кусочки ткани старенькой для набивки. Очень даже хорошо. Вата. Отличное средство для набивания. Небольшой такой комочек ниток. Закладываю внутрь. Даже многовато. И затягиваю. Вот это вот так много. Все равно много. Видите, сюда даже не надо очень много набивки. Просто потому, что кроме вот этой набивки, мы сюда же уберем хвостики, хвостики эти здесь. Вот эти хвостики, которые у меня от начала и окончания вязания. И все уголки. Они тоже пойдут внутрь. Поэтому аккуратно подтягиваю и заправляю внутрь. Все, что не лезет, нужно отрезать. Внутрь вязания. Вот эти вот все углы не лезет и не отрезать. Просто стараюсь это все заправить вовнутрь и затянуть. И, естественно, подшить. Поэтому так. Буду... Не получается целиком затолкать это все. Буду по частям. Собственно, для... Смотрю, что для формирования серединки мне вот такой стяжки достаточно. Ее надо завязать, чтобы уже можно было спокойно заталкивать внутрь все, что мне мешает. Вот это технологическое отверстие, которое у меня здесь остается. Начинаю. Начинаю в него потихонечку убирать лишнее внутрь. Убрали кусочек. Убрали. Чем-нибудь остренький. У меня замечательный пинцет. Он мне в этом деле помогает. Все. Прекрасно затолкалось. Вот в это же внутрь технологическое отверстие. Главное делать симпатично. Потому что цветок будет смотреться и с лица, и с изнанки. Если это будет как брошка, то у него не должно быть и с изнаночной стороны никаких торчащих хвостов. Все замечательно затолкалось внутрь. Мы завернули внутрь весь этот квадрат. Видите, он очень хорошо набился. Совершенно замечательно он выглядит с лица. И очень даже неплохо он выглядит с изнанки. С внутренней части. Вот эту же ниточку туда. Все отлично прижали, примяли, подправили пальцами. Отличная серединка получилась. Просто очень хорошо. Теперь этой же ниткой, которая у нас осталась, мы это все прихватываем, чтобы ничего не распустилось. Стараемся не плодить посторонние нитки. Пользуемся тем, что у нас остается от вязания. Это очень полезная привычка. Потому что чем меньше узлов и чужих торчащих ниток, тем у нас качественнее все это выглядит. Не нужно ничего прятать, убирать. Серединка уже не разойдется. Подтянули ее. Вот такой совершенно замечательный получается у нас, даже не скажу шарик, кружочек. Он и не плоский, он очень объемный, и в то же время он не круглый. Он имеет плоское основание и выпуклую верхушку. Это именно то, что нам надо. Так, закрепили все нитки. Теперь при всем желании у нас конструкция не распустится, не разойдется, ничего не вывалится из нее. Все, завязываем. Больше мне рыжая ниточка не нужна. Обычные узелки. Вот так, чтобы не развязались. Прячем ниточку. Все, рыжая не нужна. Вот это наша серединка. Берем цветочек. Вот то, что у нас получится. И теперь затягиваю его постепенно. Вот так вот, видите, у меня... Если бы у меня затяжка была с двух сторон, потянули и все. Но у меня затянуто все с одной стороны рабочей нитью, поэтому делать это надо аккуратно. Подтягиваем так, чтобы серединка совместилась с цветочком. Вот оно. Можно еще чуть-чуть подтянуть. Прихватить с этой стороны, и вообще тогда без проблем оно назад тянется. Вот. Отлично. Накладываю сверху. Видите, все очень замечательно фалдит. Отличные, очень мягкие складочки получаются. Кладу сверху серединку. Вот она. И, развернув к изнанке, вот так вот, начинаю очень аккуратно пришивать эту серединку к цветочку. Нитка даже такая длинная и не нужна. Сейчас я чуть-чуть, чуть-чуть, короче делаю. Не так тяжело было протягивать. Потянула за хвост, нитка выскочила из иглы. Ничего. Так, нитку чуть-чуть покороче. И пришиваем. Так, чтобы серединка основания лежала по серединке цветочка. Сначала, может быть, стежки покрупнее, потом пройтись еще раз и пришить. Пришить. Вот такой способ, когда мы делаем стяжку, исключает грубый шов по основанию цветочка. И у нас не нужно прятать большое количество швов вот этих вот. Если бы здесь было закрытие, было бы гораздо хуже. Смотрелось бы хуже. Поэтому периодически переворачиваю. Просто через край прихватываю, смотрю, что у меня все получается именно так, как надо. И тогда после этого уже могу пришить более основательно. Сейчас моя задача прихватить цветочек с серединкой и пришить. Так, посерьезнее, чтобы уже точно ничего никуда не отошло. Так, ну вот. Вот так вот оно ляжет. Очень хорошо. Да? Да, то, что надо. И все. Теперь мой цветочек, серединка уже держится. Могу загнуть, как удобно. И спокойно зашить. Покрепче, покрепче и почаще. Хотя, в общем-то, и так уже никуда мой цветок не денется. Он уже очень хорошо держится. С цветочком мы закончили. Он практически готов. Сейчас будем делать с вами листик. Причем я не сказала, вот эти все заготовки, которые мы с вами вязали, не надо отпаривать. Если мы с вами отпариваем вязание, оно становится плоским. И вот эти вот очаровательные сборки исчезают. Если для серединки и для листика, в общем-то, это не важно, потому что они будут... Серединку мы набили, придали форму, листик мы будем проволочкой крепить, там не важно. То для самого цветка важно, чтобы он не был плоским. Плоский цветок, он безжизненный. Не отпаренный край гораздо-гораздо-гораздо интереснее смотрится. Это касается практически всех цветов, которые имеют вот такую вот сборку и свободные края. Вот, видите, даже наш шов, который был где-то тут, он уходит, его не видно за счет того, что вот эти вот складки все скрывают. Если бы я сделала немножко подлиннее цветок, он был бы еще более сбористый. Сборок было бы гораздо больше, еще больше. Вот, придаем форму желаемую. То, что у нас вязание имеет особенность скручиваться, закручивать край, здесь только на руку нам, потому что он придает этому цветку живость и очарование. Закрепляем ниточку и остается нам только приделать листик. Цветочки можно делать абсолютно любых размеров, можно маленькие, можно большие. Вот этот цветок, видите, достаточно такого приличного размера. Если вы возьмете размер поменьше, у вас будет маленький. Делать просто, выглядит очаровательно. Если вы вяжете на машинке, на вязание вот этого цветочка вместе с листиком и серединкой у меня ушло меньше 10 минут. Потому что 20 рядов на машине, один раз провязан, это ряд. Раз, два, три, четыре. То есть вот с такой скоростью машина вяжет. Руками это будет, несомненно, гораздо дольше, но эффект будет тот же самый. Так, теперь листик. Цветочек пока убираем. Наступила очередь листика. У нас листик, он у меня, правда, очень маленький, можно, в общем-то, было и побольше сделать. Берем проволоку. Как я уже говорила, она должна быть достаточно мягкой и в то же время хорошо держать форму. Потому что без такого каркаса будет очень сложно делать листик. Так, вот тут, где у нас длинная-длинная ниточка, которую мы оставили специально, когда вязали, начинаем снизу. Наверху у нас никаких ниточек нет. С середины листика втыкаем проволочку. И начинаем вот так вот проволочкой обвивать листик по краю петель. Проволока достаточно острая, она хорошо проходит за протяжку. И часто-часто мы просто вот так вот обвиваем весь наш лист за протяжку. Можно за каждую, а можно и немножко порежу, потому что мы все равно сейчас все будем делать, закрывать обвязкой. Наша задача сейчас всего лишь закрепить лист на каркасе по кругу. Вот как у нас идет листик, связанный прямоугольником, вот так вот мы и продеваем. Обходя все уголки, это не важно, сейчас все у нас выровняется. Видите, дошли до угла и идем дальше, не обращая внимания на то, что мы сейчас обходим просто прямоугольник. Как есть, так и идем. Особенность вязаного трикотажа в том, что он принимает ту форму, которая нам нужна. Никакая ткань в данном случае нам такую услугу не оказала. Ну, если бы мы делали листик из ткани, мы бы с вами просто вырезали ее по форме. Но в данном случае мы можем себе позволить не вырезать по форме листик, а просто связать квадратик, то есть очень сильно облегчить себе работу. Вот когда мы уже идем назад, достаточно сложно этой проволочкой матывать. У меня проволока не слишком эластична, она уже сложновато мне ее оберевать. Сейчас пока уголок пошел. Но я все равно постараюсь это делать до конца. Чем больше будет эта основа, которую мы сейчас обвиваем, тем, конечно, легче. Если листик совсем малюсенький, обвить его вот так вот по краю будет достаточно сложно, потому что проволока неохотно принимает вот такую вот... Так, дошли до конца. И, стараясь ничего не упустить, затягиваем назад. Так, и сейчас моя задача дойти до... В общем-то, начала проволочки. Все, и теперь... Очень осторожно отходим от края проволоки. Стараюсь ее не повредить. Сейчас возьмем... Ногтями очень неудобно держать проволоку. Будем держать плоскогубцами. Протягиваем плоскогубцами. Протягиваем листик назад. Проволочку вытягиваем вперед. В общем-то, моя задача сейчас... Придать форму каркасу, листику. Для этого нужно немножко вытянуть его... Ой, он не тянется, потому что очень у меня жесткая проволока. Так, вот немножко я вытянула хвосты. Все. Опускаю вязание вниз. Вот, теперь я могу моему листику придать абсолютно любую форму. Он у меня будет отлично держаться. Так, листик, листик. Сначала начинали. Здесь вот... Распределить, растянуть его. Придать остренькую форму. Придать наоборот. Любую абсолютно форму, какую вот я захочу придать моему листочку. В принципе, таким способом можно делать даже лепестки у цветочка. Немножко подогнула тут. От серединки начинала, чтобы она сошлась в одну точку. Все. Вот натянутый листик. Распределили вязание. Натянули. Соединяем проволоку. Так, чтобы она уже никуда не делась. Слишком обрежу, когда буду соединить цветок. Листик, собственно, готов. Я могу придать ему форму абсолютно любую, потому что проволока у меня гнется как угодно. Вот. Листик у шиповника. Таких листиков можно сделать много. Сейчас, для того, чтобы брать вот эти некрасивые края, все-таки тут и проволока может торчать, и... Ну, нехорошо. Мы ее обошьем. Берем иголку. Удеваем ниточку. И начинаем обшивать. Обшивать можно как угодно. Можно просто стежками. Захватываем проволоку, она у нас как каркас идет. И стежки выполняем почаще. Частые стежки. Можно делать даже не этим цветом, а немножко другим. Тогда стежки можно выполнять не простые, а узелками. То есть мы можем завязывать узлы. Можем обвязать крючком. Можем узелками завязать. Можем просто обшить. Это для того, чтобы приедать больший объем краю и скрыть проволочки. Потому что проволоки торчащие, это не очень хорошо. Таким способом мы обшиваем полностью лепесток. И таких листиков можно сделать много. Видите, мы с вами вязали прямоугольник, а получился у нас достаточно кругленький листочек. Это особенность вязаного полотна. Ни один другой материал такой эластичностью и послушанием не обладает. Поэтому в выполнении таких вот вещей, как лепесточки, если у нас используется какой-то каркас, совсем не обязательно делать такие сложные расчеты и вязать по контуру, по выкройке. При помощи каркаса мы можем подать абсолютно любую форму. Видите, выполняется этот цветок достаточно быстро. Практически все происходит на ваших глазах. То есть я все это делаю очень быстро. Самое долгое в выполнении цветочков, это связать их спицами. Если у нас есть вязальная машина, то это все превращается просто в очень быстрое действие. Приготовление этих цветочков. Самое главное знать, как это делать. И все. И после этого буквально полчасика и у нас цветочек готов. Если вы будете выполнять букет, например, много цветов, то делайте сразу все заготовки листиков, все заготовки цветочков, все заготовки серединок. Быстро собираете и у вас готовое изделие. Ну и можно плюс к этому завязать ножку. Это будет еще лучше, потому что ножку я только тоже так вот узелками обматываю. Можно делать потолще, чтобы у меня не торчала проволока просто. Этой же ниточкой до конца. И после того, как мы сделаем ножку нужной длины, мы просто прикрепляем ее к листику. Привязали лишнее. Отрезали, пришили листочек. И наш цветок готов. Все. Можно делать 2, 3, 4, сколько угодно листочков. Продолжение следует... Продолжение следует... Результат... Продолжение следует... Продолжение следует...